Сегодня долгожданный тест редкого процессора AMD. Настолько редкого, что в сети нет до сих пор ни одного обзора. У меня в руках поздний инженерный Ryzen 7000 ES, который я купил за 800 jenminbi, это примерно 12 тысяч рублей с доставкой по России. На Али таких нет, нам скинули скрин с иероглифами какого-то китайского маркетплейса, мы нашли посредника, который нам этот камень из Китая привез. До выхода релизных процессоров чипмейкеры готовят такие образцы для внутренних тестов и отправки производителям плат, но они попадают в руки китайцам, которые их задешево продают. Процессор, судя по всему, новый, их выпускают большими партиями, этот, видимо, до своей платы не доехал. Судя по дате на крышке, за год до выпуска Ryzen 7000 у AMD уже были вот такие процессоры. Я тестировал его почти две недели. Сегодня сравним это чудо с релизным Ryzen 7000 X, который на минуточку стоит в два раза дороже. Выясним, что по работе, по играм, частотам, разгону, как работает интегрированная графика и быстрая ОЗУ. И самое главное, искать такой редкий процессор не обязательно. Если сейчас или после просмотра вы перейдете в наш телеграм-канал, по ссылочке в описании или в комментариях, нажмете на кнопочку «Участвую». Этот редкий проц, там где купил уже нет, вместе с вот этой платой, двумя модулями ОЗУ DDR4 на 16 гигабайт, двумя костюмами МК могут стать вашими. Через две недели среди подписчиков, нажавших на кнопочку, бот выберет победителей, и мы за свой счет все отправим. Договорились? На связи МК, сегодня смотрим на редкий инженерный Ryzen 7000. Поехали! Сколько нужно времени, чтобы стать айтишником и найти работу в этой сфере? Один год. Всего за год можно пройти курсы переподготовки и занять место на освободившемся рынке цифровых профессий, где спрос на специалистов продолжает расти. Если у вас есть высшее или среднее образование, вам доступны курсы дистанционной переподготовки от онлайн-университета SkyPro. При этом SkyPro гарантирует, что сделает из вас айти-специалиста за один год, независимо от опыта, и вы сможете перейти на новую, интересную, а самое главное, высокооплачиваемую работу и работать удаленно. На выбор 7 профессий, с которым вам помогут определиться на бесплатной карьерной консультации. Учебу можно совмещать с текущей работой в любом месте и любое время. На связи всегда будут личные наставники, которые помогут разобраться с домашними заданиями и другими вопросами. После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке, а SkyPro найдет вам работу по новой специальности, где вы сможете пройти испытательный срок. Все условия прописаны в договоре на понятном языке. В течение двух недель с момента начала обучения вы можете вернуть деньги, если поймете, что это не ваше, или же в первый месяц сменить профессию и перейти на другое направление совершенно бесплатно. У SkyPro отличные отзывы на различных сторонних площадках. Для зрителей МК SkyPro выделил гранты на обучение. По промокоду МОЙКОМПЬЮТЕР вы сможете сэкономить 20 тысяч рублей, но он действует только до 31 августа. Переходите по ссылке в описании или по QR-коду на экране, записывайтесь на бесплатную карьерную консультацию, назовите промокод менеджеру и вы получите скидку и узнаете, какая профессия подходит именно вам. Процессор без проблем заработал на двух досках на А и Б чипсете. Он определяется как AMD NG Sample, что означает чисто английский образец. Доверьтесь мне, я инженер. Наш тестовый камень точно отличается от релизного 7600X. Он имеет ревизию RBL B2, а у инженерника B1. С такими процессорами BIOS нужно обновлять аккуратно. Производители могут вырезать их поддержку и лучше иметь плату с BIOS Flashback, чтобы, если что, откатиться назад. Сначала, чтобы ускорить выход ролика, мы решили протестировать инженерник на той же версии BIOS, что и 7600X из прошлого выпуска. Однако попытка срезать угол при разгоне ОЗУ вышла боком. Инженерный процессор вроде бы взял 6200 МГц, но под конец теста в части игр были вылеты и зависания, а дальнейший разгон процессора их только усугубил. В общем, дым в трубу, пельмени разлепить и переделать все правильно. Накатили тот самый BIOS, который добавил Ryzen нормальный разгон DDR5. И, о чудо, инженерник без проблем взял экспо-профиль на 7200 МГц с CL34 и пару часов стресс-теста в мем-тесте показали, что со стабильностью при такой частоте проблем нет. В целом, у процессора с релизным камнем никакой разницы нет. Те же 6 ядер, 12 потоков со всеми необходимыми инструкциями. Однако частотная формула похуже. Релизный камушек может буститься до 5.45 ГГц, а вот дженминьбеновый на 10% хуже, лишь до 5.05 ГГц. Пристальное сравнение в тесте памяти AIDA64 показало, что контроллер ОЗУ у обоих процессоров, если не одинаковый, то очень близкий. Разброс значений, что по скорости, что по задержкам в рамках погрешности. Но вот что бросается в глаза, так это скорость работы кэш-памяти всех трех уровней. На инженернике она в среднем на 10% ниже, чем у релизного 7600X. Давайте проверим, как это скажется на производительности вкупе с более низкой частотой. Для начала тест обоих процессоров в стоке. На плате Гигабайт B650 с последним BIOS без ПБО. Только разгон ОЗУ через экспо до 7200. В этот раз мы охлаждали процессоры водянкой от Корсар. Видеокартой выступала та же RTX 3080 Ti, а Windows 11 со всеми играми и ПО стояла на быстром NVMe SSD. Начнем сравнение с синтетики. Во встроенном бенчмарке из CPU-Z инженерник выбивает 650 баллов в однопотоке и 5700 в многопотоке. У релизного результат однопотока аж на 15% выше, уже 750 баллов. Сказывается более высокий буст на одно ядро. В многопотоке результат тоже повыше. 6000 баллов, но в относительных цифрах прирост лишь в 5%. В 7ZIP, которая проверяет скорость архивирования, и разархивирования, разница между инженерным и релизным минимальна. 97 против 100 гипсов, или около 3%. При этом инженерник работал на частотах 4,5-5 ГГц, в зависимости от числа нагруженных ядер. А вот у релизного 7600X разброс сильнее, от 4,5 до 5,4 ГГц. В Time Spy, который проверяет игровую производительность процессора, разница снова невелика. Здесь инженерный образец выбивает порядка 9700 баллов, а релизный порядка 10100, то есть около 4% прироста. Ну и под конец синтетики жесткий тест Sinebench R23. Инженерник в стоке набирает 1800 баллов в режиме и 14 тысяч баллов в многопотоке. Релизный снова ощутимо лучше по однопотоку, 1950 баллов или плюс 10%. Десятиминутный стресс тест вскрыл интересную особенность инженерного образца. Он гораздо холоднее релизного 7600X. Бустясь до 4,9 ГГц, он потреблял 90 Вт и грелся до 85 градусов, тогда как 7600X, имея частоту лишь на 200 МГц выше, потреблял аж на 25 Вт больше и жарился при 95 градусах. И это под двухсекционной водянкой, что еще раз демонстрирует горячий нрав райзен с небольшими процессорными кристаллами. Но это решается андервольтингом. Можно сделать вывод, что в синтетике если и есть разница, то она едва ли будет заметна. В среднем 5-7%. Ощутимо выбивается лишь однопоток, это где-то 10-15%, а его очень любят многие игры. Давайте это проверим. Все игры тестировались на максимальном пресете графики, но с DLSS или FSR на ультрапроизводительность, чтобы не было упора в видеокарту. Эти процессоры достаточно мощные, чтобы раскрыть быструю RTX 3080 Ti даже в Full HD. И начнем, как обычно, с киберпанка. Инженерник тут показывает себя с лучшей стороны, стабильно удерживая максимальные для него 5.05 ГГц при потреблении около 65-75 Вт. Релизный 7600X, разумеется, бустит выше, но вот стабильный 5.45 ГГц он не держит, временами опускаясь к 5.3 ГГц при потреблении за 90 Вт. В итоге средний FPS у нашего инженерника – 115. Всего было отрисовано 7400 кадров. 7600X набрал 123 FPS в среднем при 7900 отрисованных кадров. То есть разница порядка 6-7%. В реальном геймплее ее почувствовать не получится, и в целом инженерник тут выступил даже лучше релизного камня, так как оказался почти на треть энергоэффективнее при минимальной разнице в FPS. Дальше солнечные тропики Far Cry 6. DLSS тут, к сожалению, нет, так что пришлось включать мыло FSR, но в остальном те же ультра настройки графики без упора в GPU. Вот в этой игре как раз очень важен быстрый однопоток. И здесь разница между инженерным на 5.05 ГГц и релизным камнем на 5.45 ГГц достаточно серьезная. Если первый отрисовал 113 FPS и 6800 кадров, то второй уже 124 FPS и 7400 кадров, то есть разница порядка 80%. Правда, ощутить ее в реальном геймплее все равно не получится, так как даже по минимальному FPS оба процессора показывают за 80 кадров в секунду. Запускаем очень тяжелую игру даже для таких камней Plague Tale Requiem. Увы, в ней нет бенчмарка, но при живом геймплее в рыночной локации, с учетом того, что тайтл отлично оптимизирован под многопоток, большой разницы между инженерником и релизом нет. От силы 5-7 кадров, что неощутимо при средних 70-80 FPS. И да, игра фризит на обоих камнях, такой вот у нее движок. Проверим в гонках, есть ли разница в Forza Horizon 5. Игра имеет отличную оптимизацию и не особо сильно нагружает процессоры, поэтому и разницы между инженерным камнем и релизным практически нет. 138 против 147 кадров или около 6%. В общем, опять разницу заметить практически невозможно. Дадим инженернику самую сложную задачу. Порт Last of Us, который отличается повышенной нагрузкой на процессор из-за такой себе оптимизации. Это единственная игра в тесте, где процессоры грузились больше 90%, то есть упор был именно в них. Поэтому здесь разница оказалась сильнее всех. Даже с учетом того, что релизный 7600X постоянно скидывал частоту ближе к 5.3 ГГц. В итоге различия по FPS достигли 10% или 10-15 кадров. Но все еще при среднем FPS за 120-130 заметить это будет нереально. Теперь давайте попробуем разогнать инженерник до уровня релизного процессора и получить такую же производительность. Напомню, А-платы разгоняют только ОЗУ. Процессор гнать они не умеют. Это позволяет сделать только B-chipset. Сам процессор гонится, но вот стабильными после получаса теста в OCCT оказались лишь 5.3 ГГц. В разгоне на 150 МГц до 5.3 ГГц ES-версия не дотягивает до максимальной частоты обычного Ryzen 7600X, но все еще это на 5% выше, чем он может бустить в стоке. Есть ли в этом смысл? Едва ли. Пятипроцентная разница в частоте лучше всего видна в синтетике. Именно на такую величину поднялась производительность в тесте архивации 7-Zip и во встроенном бенчмарке CPU-Z. Игровой тест процессоров 3DMark также показал прирост около 5%. А вот в жестком тесте Cinebench R23 прирост оказался максимальным, целых 8%. Тут дело в том, что по дефолту процессор работал в этом бенчмарке не на максимальных 5050 МГц, а на 150 МГц ниже. Разгон через множитель заставил его стабильно бустить до 5.3 ГГц и как итог разница по частоте оказалась в 8%, что и совпало с разницей в попугаях. В играх разница оказалась еще меньше. Это ожидаемо с учетом того, что на 100% процессор грузился редко. Даже в жористом кибербаге средний FPS подрос всего лишь на 6 кадров или около 5%. Заметить такую разницу в принципе не получится. И все еще до уровня релизного 7600X инженерный камушек не дотягивает на пару кадров. При этом потребление и нагрев практически не выросли. В Forza Horizon 5 ситуация не изменилась. FPS подрос на 5 кадров, но в относительных цифрах это опять же прирост порядка 3-4%. В Far Cry 6 ровно та же ситуация. Разницу между 113 и 120 можно заметить только в бенчмарке. В реальной игре это абсолютно незаметно, что касается и дополнительной разницы в пару кадров с релизным 7600X. Так что вердикт тут прост. Не тратьте свое время на разгон современных процессоров. Игра тут явно не стоит свеч. Лишняя пара сотен МГц частоты будет заметна только в синтетике и качественно повлиять на работу и игры она не сможет. А вот что имеет смысл сделать, так это андервольтинг через кривую напряжения ПБО. Снизив значение на 30 пунктов, нам удалось добиться повышение частоты инженерника в жестком тесте SignBench на 150 МГц с 4.9 до максимальных 5.05. При этом потребление даже упало на пару ватт. Это же относится и к релизному 7600X. Андервольтинг аналогично помогает ему нарастить полторы сотни МГц частоты и при этом скинуть аж 25 ватт и 10 градусов, что приближает его по показателям нагрева и потребления к уровню инженерника. Так что снижение напряжения на новых Ryzen это маст хэв. Осталось выяснить как работает интегрированная графика Radeon с парой блоков RDNA 2 на 2 200 МГц. На нее спокойно становятся релизные драйвера и можно на средних настройках FullHD побегать в доту со 100-150 кадрами. С учетом того, что AMD подготовила такой инженерник для установки в обычные платы, скорее всего этот процессор так называемый квалификационный образец, который рассылается производителем материнок для внутренних тестов и он уже минимально отличается от релизных образцов, в нашем случае только частотой ядер. Скорее всего улучшение, которое сделала AMD за год при переходе со степпинга B1 на релизный B2, это улучшение качества кристаллов, что позволило процессору бустить на 400 МГц выше. Инженерные процессоры Intel на слуху уже не первый год. Наш сценарист три года сидит на дорелизной версии i9-9900K, но вот предрелизные сэмплы Ryzen это большая редкость. Они были и для M4, но продавались также лишь на внутренних китайских торговых площадках. Этот камень был найден в китайском приложении Pindu. Чтобы его купить нужен посредник, который его выкупит, упакует и отправит в Россию. Я нашел таких на Авито, называются они Hello China, China Hello. Самое смешное, что у меня не было ссылки, был только скрин из этого приложения, потому что там нужно было регистрироваться, но большое спасибо менеджеру, они все сами нашли, выкупили, упаковали и отправили. Сайт у них своеобразный, они сами китайцы, но менеджер в телеге мне все подсказала. Ссылочку на них я оставлю в описании, если найдете что-то интересное для себя в Китае, пишите, они вам подскажут. Что касается целесообразности покупки такого инженерника, с учетом всех квестов, его еще нужно найти. Релизный 7600 сейчас стоит тысяч на восемь-десять дороже, разница в 5-7 процентов производительности это вообще никак не окупит, а в играх они вообще идут практически вровень. С другой стороны на алике уже можно найти райзен 5 7500 f без интегрированной графики. Ко мне такое уже идет, до падения рубля я купил его за 15 500, он тоже имеет 6 ядер и 12 потоков и бустит до тех же 5 гигагерц. Переплатив 3-4 тысячи, вам не придется заказывать процессор через посредника в Китае, ждать его. В общем, как придет, затестим, сравним. А пока что вы можете перейти по ссылочке в описании в наш телеграм, нажать на кнопочку участвую, подписаться. Через две недели вот этот вот инженерник мы разыграем вместе с платой, двумя модулями ОЗУ и двумя нашими костюмами. Мы все отправляем за свой счет, напоминаю. В общем, встретимся в нашей телеге. Знаю, многие жалуются на модераторов там в чате, но вот такова их работа. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин, все ссылочки в описании. Увидимся.